по аренде арендодатели до ключевое это вообще кризис про отношения мы называем эта ситуация до кризис про отношения то есть сразу же в какой-то момент мы же понимаем что оголились все варианты отношений да кто как по партнерски ведет или не ведет кто тебя пытается отжимать как ты если не дай боже но мы все люди до оказался с семьей дома с детьми на карантине как оказывается интересен жена или муж оказался человек или не очень да вот сразу же оголились все как все вот эти вот проблемные как бы места также и с арендодателями у нас по правилу опять же пара это 20 процентов неадекватных сожалению 80 процентов адекватных но ключевое здесь в такие кризисные моменты принимать жесткие управленческие решения мы например приняли решение что мы понимаем уже мир не будет ну таким как был прежде то есть это прям серьезная проблема которая трансформирует все и часть форматов часть заведений которые так совпало с вот этими не договороспособными арендодателями находились и даже если мы не вернули даже еще свои инвестиции в этих заведениях мы просто приняли решение что мы закрываем фиксируем убытки и не тянем это все на будущее ожидая что все вырулится назад нет мы понимаем арендодатель быкует нет платите мне полные деньги у нас есть гарантийный платеж до последнего месяца предоплаченный в начале выстраивания этих взаимоотношений да мы теряем 300 тысяч долларов закрывает ресторан потому что мы просто даже не вернули деньги не отработала как бы свой сохранились от будущих убытков так как партнерство не видеть да мы просто зафиксировали да но сконцентрировали потратили время уже время это самый ценный ресурс ребята не деньги не люди как бы время считал каждый день сколько в одном заведении может стоить один день простое с решением вот например это так тоже чтобы люди для себя по точкам или вытащить например на охоты на овец я думаю где-то 1060 гривен каждый день 60000 это прям минимум это постоянная там немножко переменных затрат хорошо по аренде понятно то есть это в целом передоговориться увидеть если есть партнерские отношения скорее всего тогда можно договну есть примеры то есть пока финин тоже что договорились прям некоторые на безоплатно вот этот яркий месяц прям были очень много пример кто-то пополам кто-то всего 20 процентов 25 сбросила есть такие кто не сбросил у нас есть несколько заведений которые там 2 или три кофей не закрылись они только открылись и не успели же лица еще к сожалению тут нужно понимать своего я же как бы говорю к на уровне модели да а там дальше у каждого свои возможности многие открывают бизнес это кстати недавно у меня было прозрение так 40 годам ребята что оказывается многие бизнесы открывать не как бизнес а просто открывает они думают что открыть бизнес это есть бизнес нет ребята открыть бизнес и получение прибыли это бизнес оказывается в кофейном бизнесе но в маленьком только как правильно горит порог входа оказывается хочу бизнес открыл кофейню сижу доношу каждый месяц беру деньги у мамы у папы там или не знаю еще где-то и ступочки да но у меня бизнес ни хрена это не бизнес поэтому многие ребята которые например я знаю имеют свои бизнесы и платили по полной аренде и полная заработная платы но слава богу что этих ребят есть из чего платить классическая бизнес схеме ребята это риск да нельзя эмоционально подходить в этом случае к бизнесу да и просто его тянуть потому что как моя кофейня мой из ресторанчика должен был баланс эмоции тоже но сбалансировано не может быть баланса то есть если это в тебя тянет на первое место деньги у тебя нет возможности до от своей обязательства оплачивать бизнес это риск его нужно фиксировать убыток максимально быстро закрывать или банкротиться банкрот это кстати цивилизованный способ обнуление обязательств правда не у нас в стране а как бы в мире вот этого тоже не стоит бояться я еще раз помню про это видео обязательно стоит зайти посмотреть где именно канал не хотите подписывайтесь обязательно показатели главные показатели сейчас точно не помню название главные показатели в ресторане или что такое ты как раз вот показываешь вот эти все разбираешь то есть как предпринимать чего стоит начинать модели когда услышал первое предложение что с финансовой модели мне устало я до конца посмотрел что это действительно очень важно что это как для организма сначала нужно выжить конечно вот а потом уже все остальную красоту под это на водичке система хребет это деньги класс